вот сейчас я или этот фильм продолжаю так налюбовались на укорененные шелковицы 3 оставляем себе от жадности еще парочка сергей надеюсь продаст так и мы идем дальше вы знаете или это будет фильм чтобы длинными не были номер два потому что здесь всегда есть о чем поговорить вот всегда и получается так мы идем шелковица она мне единственная первый этап шелковицы я это выращивал семян я получил добился успеха путем жесточайший это когда из 200 выживает 10 из них 5 женских 5 мужских эти 5 женских дали плоды размером посмотрите на ноготь на мизинце после чего я пробовал их привить другими более крупными не получилось я их выпилил а потом я укоренил вот то молодые укорененные сейчас показывал а ветки брались вот с этого дерева и она у меня единственная вот она вот я никогда особо внимания не обращал на нее я считал что и тут не жить вот половину мертвая видите ну-ка отвалится нет нет еще держится вот половина мертвая половина еще живая я с нее срезал черенки много черенков вот срезал и добился того что она почти умерла тогда два года я срезал как но я продавал там 30-40 черенков люди укореняли большого успеха добился алексейка алексей вадыч вот садовод из челябинска он научился земельному черенкованию я научился летнему черенкованию невестку научил он они несколько себе укоренила для души а так получилось следующее если у нее будущее если бы не калечил вот это бы не было бы видите и вот это мертвые ветки бы не было то есть она как любое дерево это экзотика это сибирь по поймите сегодня 10 апреля что из-за шелковицы это делать она еще укорененная это значит что у нее искусственные корни так вот фактически это клон это клонирование но все таки какой-то успех определенный есть по всей россии может быть кроме новосибирска красноярска там иркутска это крайний случай это надо иметь тепловую подушку ну про тепловую подушку я говорил с одной стороны дом греет с другой стороны кран от этого от высокого забора и так далее так вот что мне было делать вчера вечером звонок валерий косич мне 10 шелковиц черенков надо я тоже цена как любую черенок 150 рублей и того полторы тысячи до пересылка и того две готовы платить готов но я еще был про абрикосы еще подумаю и напишу окончательный заказ ну в надежде что он оплатит я решил дальше калечить дерево вот ветка шелковицы полноценная на на укоренение раз видите смотрим сюда поглядите красота какая видите какие веточки аж просится вот они если судебы для насекатор и срежу да опять буду калечить дерево но я друзья подстраховался он 5 шелковиц 3 на месте там же будут посажены 1 даже не пересажена уже как бы на месте растет еще 2 а еще парочка вам достанется вот такие планы что еще здесь вот это все нападала 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 они прижились это получились сеянцы так значит сеянец это отдельная тема я не остановить не буду это все потомки вот это вот сам вот они потомки вот а вот это их папа мама это тот называемый патриарх ему исполнилось 40 лет в этом году 40 лет он дал 40 ведер тем сам себя поздравил с юбилеем так что еще за ним если это считать второй фильм второй фильм тогда ну что вы еще не трогали ну давайте сюда посмотрим вот там вот там вот там вот там у нас большой кусок огорода вот за сразу соседом там у меня растет лещина некрупные плоды некрупные ну подумаешь они легко щелкаются вместо одного крупного ореха получается два помельче ну и что но главное не замерзает ежегодный урожай несколько литров дает так а вот это тоже уже не лещина это ее культурный собрат вот видите это ну мы в детстве на украине называли это лесной орех вот на самом деле официальное название фундук посмотрите на эти сережки ну что вам надо сколько лет прошло как я с москвы привез саженец посадил сколько лет видите не районирован не приспособлен что мне остается делать но он не умирает сережки видите значит половозрелый согласны но то что замерзает извините сибирь не хватает лета что теперь я должен делать вот наверное порастить ту лещину много-много саженцев а потом на нее прививать вот это вот вот культурные и тогда здесь будут уже крупные отборные орехи а мне через три месяца 73 и все я даже пробовать не буду если вы среди вас были люди еще таких мало подобные мне это значит вот у меня сколько осталось несколько десятков орехов они стрифицированы вот это уже сказал два орешка у кого-то уже проклюнулись все по-честному они стрифицированы купили эти несколько десятков делов по 10 рублей штучка ценность величайшая супер морозостойки на на самом морозостойке в мире у меня все сама морозостойка в мире сами понимаете вот потому что я говорю про экзотику фундук я тоже считаю экзотикой сибирь же много вы тут фундуков найдете вот ну и эти орешки проращиваются а потом уже местные ваши крупные отборные сортовый фундук привайте на них ну кто этим будет заниматься никто почему орехи супер морозостойкой лихины мне никто не покупает а почему вы их не купить вы и так вырастет будет плодоносить еще и послужит этим подвоем но мало нет практически не осталось нас я уже не криком кричу я уже стану да что же такое ребята так но я пока хожу по саду но на самое главное то что я хотел сегодня ну не зря же сюда приехал из-за 10 веточек сейчас я их отрежу и поеду в город сегодня у меня вебинар сегодня понедельник сегодня 10 число в 16 по москве вот ну а так показать вам свои деревья по соседям это на лучшее покажу к во время плодоношения вот наверное во время плодоношения еще вручную вишню покажу я читал что вручная вишня это 20 лет прекрасных плодов и все и конец жизни вот это вишня исполнил 35 и уже 35 лет и уже ветки отсыхают и плоды измельчали вот и уже над где-то до тридцать втором году жизни я взял и выпилил всю но с надеждой что возродится это уже не просто это не просто омоложение это уже кардинальное омоложение и вы знаете пошли пошли а ведь это была моя самая культурная самая съедобная я это отбирал из десятков я же малый не дурак я же все попало не садил раньше она была везде по всем соседям по всем этим деревням по всем поселкам все у всех она изничтожена а почему-то новый не садят почему да на рынке продают но если продавали сотни ведер то сейчас продают десятки ведер с плодами уже не сотни одновременно видишь что чека 35 торгует это не серьезно но это а было время мой друг инженер металлург и должность была инженерная только почему-то зарплаты никогда не хватало инженерный вот прямо на рынке сцена горске а туда бы стояли сотни ведер оптом ну как оптом вот говорю это скидывайте цены забираю все забирает 10 20 ведер грузит свою жигуренка шестерку вот полностью 1 набивал эти видео внуках в чем я не знаю он я про это не спросил но хвастался как приезжаю канцк стою на рынке ни хрена не берут и может ведерко взяли а чё такую даль то ехать это же сотни километров тогда я беру стаканами назначил цену сразу очередь и стаканами он за это за сутки-двое продал загруженный жигуленок этими самыми волосами вишнями она же съедобная и созревает раньше всех наравне с жимолостью из черешни в общем вот после этих всех баек я заканчиваю разговор надо продолжать я что имею ввиду жизнь продолжается вот сейчас пойду а кстати там еще зарядка осталась маленькая есть может добыть продолжение трое фильма а может начало третьего маленького фильма вот я иду смотреть где сергей прививает нет делаю перерыв и потом я уже вам показывал сергея который прививает в общем повторяться она не буду до свидания друзья на сегодня все